Неожиданный вопрос. У большей части тех, кто об этом услышит, это вызовет неправильное ощущение. В 84-м зимой меня отчислили. Я на хайпе давно не живу. Такое ощущение, что вы с моей супругой сговорились. Зарабатываю я не меньше полутора миллионов российских рублей. Илья Юрьевич, в первую очередь хочу сказать большое спасибо за семинар. Огромное количество слушателей выразили свою благодарность. В частности, наши коллеги и наш учебный центр выражают вам большое спасибо. И мы всегда рады вас видеть здесь. И надеемся, что это не последняя встреча. Будет еще много других, в которых вы будете делиться своим опытом. И наши слушатели будут перенимать ваш опыт и становиться лучше. Спасибо большое. Я буду только рад, если мой скромный опыт и личный вклад поможет в делу образования. Чем большего количества коллег, тем больше мне отрадно, как наставнику. Здорово. Сейчас давайте приступим к вопросам простым, чтобы как-то выйти на такую волну хорошую, приятную. Итак, первый вопрос, пожалуйста, опишите ваш обычный день. То есть, что вы делаете вот с самого утра на протяжении вот этой... Неожиданный вопрос. Дело в том, что каждый день не похож на другой. Бывают дни, когда я просыпаюсь в одном городе, а засыпаю уже в другом. Поэтому иногда в этом обычность, а иногда в том, что основная активность проходит либо в операционной клинике, либо вот в наставничестве, в преподавании. Я бы этот вопрос немножко по-другому поставил, вернее, ответил бы на него немножко по-другому. Понятно, что я как все умываюсь, одеваюсь, чищу зубы, иногда бреюсь. Иногда езжу на мотоцикле, иногда сижу за партой, иногда стою за кафедрой, иногда лечу в самолете. Но всегда это происходит с одним и тем же намерением. Я всегда связан с каким-то количеством людей, нуждающихся либо в моей помощи, либо в моем участии. И вот, собственно говоря, если говорить о том, как ежедневно я провожу время, я провожу время в различных контактах с различными людьми по разным поводам, профессиональным, общественным, просто человеческим. Это не всегда медицинские, но всегда это связано с помощью кому-либо в чем-либо. Я вообще очень люблю помогать, люблю быть полезным. У меня нашлось когда-то понимание, что именно в этом мое призвание. Это сегодня получается, я думаю, у меня лучше всего. Поэтому, если говорить о том, как происходит каждый день, мой, он происходит в постоянном поиске дел и персоналей, кому бы чем помочь. Но все это в результате приводит к тому, что эти дела находят меня сами. Поэтому все сегодняшние активности связаны со следующим. Я, естественно, оперирую, то есть продолжаю. Без этого я никуда, потому что я, какой бы я был наставник, если бы я не продолжал делать то, чему я учу. Ну, естественно, потому что тогда бы превратился в лектора, а не в наставника. Но я дистанцируюсь намеренно от этого звания. Никакой не лектор, я наставник. Наставник тот, кто делится опытом. Опыт не всегда хороший, не всегда положительный, но тоже опыт. Поэтому, вместо того, чтобы иногда передавать там свои успехи и победы, иногда передаю свои поражения, обиды и неудачи. И в этом тоже, скажем так, большая-большая польза, я считаю, тем, кто это слышит. Потому что учиться лучше на чужих ошибках. Так вот, я, безусловно, оперирую. Обычно это либо один день в неделю, либо два, в зависимости от прочей активности. Я занят общественной деятельностью в составе Медицинского союза «Единство». Это некоммерческая организация, которая год от Радону, которая вышла из клуба эффективных менеджеров стоматологии и эстетической медицины. Которую, так случилось, я оказался основателем и модератором этого движения. И сегодня оно развелось до фантастических бизнес-размеров. В России клуб эффективных менеджеров, я имею в виду. И вылилось это все в то, что мы стали не формальной уже организацией, а формализованной. То есть мы в Министерстве юстиции зарегистрировали некоммерческую организацию, Медицинский союз «Единство», задачей которой защищать уже не столько персонали, и физических лиц, врачей, стоматологов и вокруг них, а бизнесы, именно медицинские бизнесы. Потому что вызовы сегодняшнего времени – это именно непрекаянность медицинских бизнесов. И непрекаянность, в том числе, и незащищенность перед всем тем, что происходит вокруг. Эта работа меня очень сильно увлекает и занимает очень много времени. Ну и, наконец, третье, то, что я сказал, безусловно, есть хобби. Для меня хобби – это мотоциклы «Харли Дэвидсон», так уж случилось. Это гитара, это верные друзья, безусловно, семья, в которую я бесконечно влюблен, трое взрослых детей, в которых я вижу то, как наши с женой, супругой усилия реализуются в положительном направлении. Поэтому все это дает определенную энергию, все это дает заряд. На следующий такой же точно день, почему такой же точно, потому что он точно так же непредсказуем с самого утра. Обычно редко удается что-то планировать досконально на 100% и выполнять. Ну, как так. А есть какие-то привычки, которым вы стараетесь не изменять? И вот изо дня в день, я не знаю, ну, там, какой-то зарядка, например, либо чтение обязательно. То есть какие-то такие элементы, без которых вы не можете обойтись? Каждый день я говорю себе, что сегодня обязательно надо начать день со спортивного зала, из гимнастики. Дело в том, что я с юности мастер спорта по конькам, я конькобежец. И когда-то без спорта не мог прожить и дня. Сегодня бывают дни, когда об этом даже тяжело подумать. То есть легче расслабиться. Не легче, а скорее хочется расслабиться, полежать, съесть чем-нибудь вкусного и выпить чего-нибудь жидкого. А не идти в спортзал и там чем-то напрягаться. У меня есть возможность заниматься спортом, плавать. Это возможность практически ежедневная. Но, к сожалению, каждый день не получается это делать. Но при первой же возможности, когда это сделать можно, а сейчас это все реже и реже, я это делаю. Здорово. Хорошо. Давайте вспомним с вами, ну вы вспомните какую-нибудь интересную, увлекательную историю из своего студенчества. Были ли такие? Ого. Вообще. Самая увлекательная история из моего студенчества, это то, что поступив в институт в 82-м году, в 84-м зимой, меня отчислили, причем отчислили за две вещи. Да, давно я этого не вспоминал. Меня отчислили за, естественно, неуспеваемость и за плохое поведение. Я жил в общежитии, да, и перед комендантом провинился. И это была тяжелая история, но я вел себя там, как Олег Кашевой, Зоя Космодемьянская и все молодогвардейцы вместе взятые. И поэтому виноватым был я один. И кончилось тем, что, в общем, меня с этой сессией, собственно говоря, отчислили с условием, что я, естественно, ухожу в академический отпуск. Но так случилось, что в результате этого я отработал до осени на станции скорой помощи в своем родном городе, это Нижний Тагил, Свердловской области. Но после этого так случилось, что я ушел в армию. Поэтому я очень благодарен тому обстоятельству, которые сложились, тем обстоятельством, что я ушел в академический отпуск и вернулся в институт лишь в 86-м году, то есть через два с половиной года после того, как был отчислен. Но вернулся уже совершенно другим человеком, служив армием, совершив там несколько серьезных поступков, которые подтвердили лишь мой выбор правильный, что я в правильном месте должен учиться, и я должен стать все-таки врачом, как мне отец мой перед смертью мне 10-летнему завещал. Он мне просто сказал, чтобы я был врачом, но у меня выборов особо не было. Ну и вот после армии я уже понял, что все это было не зря. Ну, так что вот самое яркое воспоминание со студенчества, пожалуй. Ну да, получается, что оно в корне перевернуло жизнь, восприятие. Ну а если еще учесть, что вернувшись из армии, я восстановился на курс к своей будущей супруге, и через две недели мы поняли, что у нас будет семья. Мы были знакомы две недели до того, как фактически сделали друг другу предложение. Ну вот в этом году 32 года нашей совместной жизни. Здорово, я поздравляю вас. Так что я не знаю, что уж тут. Хорошо, что я был отчислен из института или плохо? Ну как говорится, что все делается, все делается к лучшему. Ну да, да, так и есть. Все такие изменения в жизни потом сопровождались такими изменениями. Могу воспользоваться случаем и сказать, что сожалеть точно ни одному человеку не нужно за то, что с ним происходит. Как бы ты сию минуту к этому не относился, главное понимать, что это оттуда не зря. Точно не зря. Хорошее или плохое. Нужно все воспринимать как повод для извлечения каких-то уроков. Вот это 100% я молодежи могу посоветовать. Бывают часто такие ситуации, когда, допустим, муж в семье очень много работает и жена потом говорит, вот ты не уделяешь мне время. Либо же наоборот. То есть, как нужно это совмещать, как у вас это получается? Такое ощущение, что вы с моей супругой сговорились. У меня, как во всех нормальных семьях, именно такие разговоры и происходят. Только при этом все понимают, что это нормальное положение дел. Да, конечно, с возрастом мне уже и самому хочется больше времени проводить в покое. Но это не такая картинка, как сидит князь Меньшиков в кресле, в пледе, ножки протянуты в лаптях к очагу и такое. Нет, не так. Я бы хотел проводить больше времени не в поездках, а дома. Но, слава богу, семья понимает прекрасно, что я уже физически, психологически не могу не участвовать в той жизни, в которой моя активность пригождается. Потому что, ну, если я дома больше, чем двое суток, меня начинает просто колбасить, меня трясет. Я должен что-то делать, я не могу. Мне нужно куда-то ехать, в чем-то участвовать. Когда мне не звонит телефон дольше, чем час там полтора-два, у меня начинается паника. Кажется, что все закончилось, все не происходит. Поэтому моя семья, в частности, моя супруга, она за 32 года уже прекрасная, как облупленная. Мы друг друга знаем, она меня тоже. Поэтому у нас разговоры укоризненные давным-давно закончились, лет 20 назад. То есть 20 лет, представляете, назад. Вот тебе сколько лет? Мне 25. Ну, вот тебе было 5 лет, когда мы перестали друг другу предъявлять претензии. А где ты был? А почему ты не дома? Поэтому мы все друг про друга знаем. И слава богу, что это так. И именно благодаря этому знанию, пониманию, взаимоуважению, взаимопринятию и все-все-все прочее, удается сохранять статус квок в нашем возрасте. Шестой десяток – это много лет. И слава богу, люди умнеют многие к этому возрасту. Вот я один из них. Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали стоматологами? Не просто хотел бы, две уже стали. Старшая дочь, которой 31 год. Да, 31 год. И средняя дочь, которой 24 года, уже стали врачами-стоматологами, закончили Сеченовский университет, стоматологический факультет. Старшая уже получила не только российскую, но и израильскую лицензию. Она сейчас уже успешно практикует, и все больше и больше ей там начинает нравиться. Она не хотела быть изначально врачом-стоматологом. Не так. Она не знала, хочет ли она быть врачом-стоматологом. Зато средняя дочь точно знает, что она не хочет быть стоматологом. Тем не менее, она получила это образование. Нашего супруга влияния на это практически не было, потому что на нее влияла старшая сестра, уже не будучи дурой. И той также говорила, не будь дурой. Ну, тут уже сплошной прагматизм, потому что родители, супруга тоже врач-стоматолог, могут максимально быть полезными только в этой ипостаси. Если бы они захотели быть продавцами или юристами, мы бы не могли им быть полезными, кроме как финансовой поддержки. А так получилось, что они уже обе стоматологи. Сейчас вторая дочь, ее зовут Наоми, она уже в шаге от получения тоже израильской лицензии. Обе они находятся сейчас там. Еще есть третий ребенок, это сын, ему 17 лет. И вот он и по характеру, и по складу ума как раз совсем не врач. И он точно сказал, отвалите от меня всех. Хватит в семье четырех стоматологов, пятого ставьте в покое. И он решил заниматься финансово-банковской деятельностью. Вот сейчас учится в колледже, который в этом направлении собирается учиться за границей. Тоже далеко от медицины. Поэтому, хочу я или не хочу, но два ребенка продолжают династию, и они уже дочери, это пятое поколение по линии супруги врачей в семье. Именно врачей стоматологов. Это круто, когда есть такая династия, и когда вообще получается все. И желаем вам успехов, чтобы у вас все получалось. Спасибо, я им передам. Хорошо, спасибо, будет приятно. Ну, лично мне. Сейчас давайте перейдем к вопросам о профессиональной деятельности. Вы коуч, бизнесмен или стоматолог? То есть, на данный момент, кем вы себя больше ощущаете? Наставник. Я не знаю, коуч входит ли в это понятие. Мне просто очень нравится слово наставник. У меня в своей, в моей жизни был такой, кто взял за руку и помог мне сделать первое движение на встречу открытой кости. И это настолько было величественно для меня. И важно, что я решил, что я тоже должен иметь такую привилегию. Это реально привилегия, чтобы тебя считали наставником, учителем. Это привилегия. Потому что ты фактически предопределяешь человеку, будет он этим заниматься или не будет. Вот насколько ты его увлечешь, настолько он и будет этим делать. Именно поэтому я себя считаю наставником, тире или в скобочках учителем младших классов. Потому что, на мой взгляд, это наиболее важно, особенно для современной молодежи, для начинающих коллег, для начинающих свой путь профессиональный. Потому что, как показывает жизнь, вот именно этого уверенного учительского жеста, который фактически, он и стимулирующий, он и поощряющий, он и требовательный, он и дающий, он и берущий. Его вот всем не хватает. Поэтому мне нравится быть наставником. Все, что с этим связано. Не важно в чем. Я думаю, что я неплохо разбираюсь не только в своей профессии, но и еще в некоторых вещах. Поэтому вот, если мне удается наставничать там, где удается, я прям кайфую. Бизнесмен ли я? Скорее всего, я мог бы быть гораздо более удачливым. Если говорить про финансовую сторону вопроса. Не знаю, то ли из-за того, что мне хватало всегда того, что есть, или наоборот. От того, что хронически не хватает. Запросы превышают возможности. Ну, в общем, не знаю. Как-то я насчет этого спокоен. Я пытаюсь быть бизнесменом в силу реализации этого понятия в рамках своей профессии. Да, я, наверное, востребованный врач. Не самый дешевый, не самый доступный по деньгам. Так я назову. Поэтому все то, что мне удается зарабатывать своим честным трудом. Не знаю, бизнес это или нет. В общем, это нормально. Стоматология от меня уже не отодрать никуда. Это, по крайней мере, самое долгое занятие, которым я занимаюсь из всех. С 91-го года, сколько это лет? 28 лет я в профессии. То есть, из всего на данный момент вы определяете себя, как... Ну, больше занимаетесь наставничеством, как я понимаю. Я понял, что мое призвание – это наставничество. Мне это приносит больше всего удовольствие. Моя мама – учитель русского языка и литературы. Она жила до сих пор. Она тоже живет сейчас в Израиле, там вместе с детьми. И в своем возрасте, ей 87-й год. У нее абсолютно острый ясный ум со здоровьем физическим. Не так все хорошо. Но у нее настолько здоровый ясный ум. И она иногда скажет там два емких слова, которые могут сразу поставить на место всю ситуацию. И вот это феноменальное качество учителя, наставника – выбрать самые меткие слова, после которых ни возразить, ни придумать что-то свое невозможно. Ты просто берешь и делаешь то, что тебе сказано. Вот у меня тоже есть такое. То есть, видимо, я в мать, я гуманитарий. А когда вы занимаетесь наставничеством, когда перед вами сидят слушатели, ученики, вы умеете определить сразу по человеку его запал, либо какой-то навыки? Да, конечно. Это видно через 10 минут знакомства. Потому что у меня уже так все складывается. Я всегда любые занятия, любые знакомства начинаю с неких неочевидных психологических тестов, которые направлены сразу на то, кто из аудитории, с кем вообще разговаривать, где эти глаза, в какие глаза смотреть. Сразу же выясняю тех, кто пришел за тем, чтобы… со скепсисом. Сразу выясняю тех, кто пришел за знанием. И сразу видно, на кого обращать внимание, кого приподнять, кому обращаться, на кого не обращать внимание. И если занятие длится больше, чем полчаса, у меня хватает возможностей, чтобы к концу занятия уравнять всех в один высокий уровень. Поэтому я однозначно все это вижу, я тестирую аудиторию. И более того, я выстраиваю свое занятие таким образом, чтобы никому не было ни обидно, ни скучно, ни одиноко и так далее. Ну, иногда приходится балагурить для этого, иногда наоборот, с серьезным видом что-то делать. Но поскольку основная аудитория в силу уже моего возраста, все люди, как правило, помладше, чем я, которые приходят на занятия, я позволяю себе некие менторское отношение к ним. То есть чуть-чуть как старший товарищ к ним относится, это тоже влияет. А были ли такие случаи, когда вы своим советом, либо когда вы что-то, допустим, сказали, что в итоге перевернуло, допустим, жизнь вашего ученика? Да мне сегодня об этом 6 человек сказали. Я даже сам не ожидал, что будут такие эмоции. На самом деле, ну, я не думаю, что это стечение обстоятельств, что в одной аудитории оказались 6 вот этих ребят, которые вот решили подойти и вот сказать именно об этом. Но без расшифровки, но вот сегодня, за сегодняшний день только я слышал 6 таких отзывов, причем это не отзывы там куда-то на сторону, это было сказано мне в глаза. Кто может сказать в глаза? Только тот, кто говорит правду. Тот, кто говорит неправду или стесняется этого, он не говорит в глаза. А мне пришли и, глядя в глаза, это сказали. Это значит, что люди искренни. Вот вам ответ на этот вопрос. Да, бывает. Именно так и бывает. А были ли случаи, когда вы видели, что у человека есть потенциал, но его нужно наставить? И вы вот каких-то, ну, там, 2-3 слова и... 2-3 слова нет. Это всегда более кропотливый труд. Для того, чтобы понять, человек пойдет в этом направлении или нет, его нужно озадачить некоторыми, извиняюсь за тавтологию, задачами, которые могут сразу ему показаться трудными. А после этого нужно посмотреть, когда человек сойдет с дистанции, если он сойдет. А вот пути схода с этой дистанции у разных людей совершенно разные. Кто-то приходит и говорит, извини, я не справляюсь. Я себя переоценил, я пошел. Это раз вариант. Второй начинает что-нибудь придумывать. Разные уважительные причины. У меня то, у меня сего. Ну, внешние причины. Мы же знаем, что тот, кто хочет найти, сделать, добиться результата, тот ищет возможности. А тот, кто не хочет, тот ищет причины. Известное это понимание. Причем эти люди даже не скрывают своего понимания этого. То есть он приходит и говорит, да, у меня были такие-то причины, мне они кажутся глупыми, для него они кажутся естественными. Ну, например, трамвай поехал не в ту сторону. Раз. Или я сел не в тот трамвай. Можно предположить, что это две разные вещи. Когда человек говорит, я сел не в тот трамвай, это он тупанул. А когда он пытается мне сказать, что трамвай, в который он сел, поехал не в ту сторону, это он меня за дурака хочет воспринять. Мне это обидно, я таких людей дистанцирую сразу. Это становится очень быстро понятно. Поэтому, конечно же, есть люди, которые не сразу готовы к тому, что я хочу в них вложить, но я особо не затрудняюсь в их мотивации. Тот, кому нужно, сам знает, что ему нужно. Мне есть, что делать и с кем делать, так, чтобы за каждого цепляться, конечно, нет. А есть ли такие примеры, которыми вы особо гордитесь? Да. Да. Мои дети. Мои две дочери, конечно. А вот, ну, не родственники, а вот на примере слушателей. Да, есть два доктора, которые стали моими первыми слушателями в далеком уже сейчас, в 2001 году, когда я первый раз вернулся в Москву из Израиля и на выставке познакомился с одним доктором, а потом уже с другим, который просто как банный лист, в хорошем смысле слова, ко мне прилип и говорит, А вы в Москве, он увидел меня на выставке с видеомагнитофоном, которым я на телевизоре показывал. Я с одной стороны стою у этого телевизора, моя жена с другой стороны стоит. Тут идет запись операции. Мы это показывали тогда на стенде компании НСЛ. НСЛ и компании, с которой мы с тех пор не разлей вода, очень дружим. И я очень признателен этой компанией за, в том числе, и свое становление в той ипостаси, в которой мы сегодня разговариваем. И вот он как банный лист ко мне пристал. А где вы оперируете? Ну вот в такой-то клинике будет операция. А можно пойти посмотреть на нее? Можно. А можно я с женой приду? Да можно. А можно мы там будем фотографировать? Можно. Я же вам сказал, все можно. Что все можно? Все можно. И вот он пришел. Мы сегодня лучшие друзья. Этот человек относится ко мне как реально к учителю. Я очень ценю его уважение к себе и степень его заботы ко мне. Это проявляется не только из-за этого. Мы давным-давно как дружим с семьей. Этот доктор является одним из самых передовых докторов в том городе, где он практикует. Ну, я намеренно сейчас не говорю, кто это. Наверное, это не очень хорошо. Но он знает точно, если он будет это слышать о ком-нибудь утре. Поэтому знай, что я тебе очень признателен и благодарен за то отношение, которое ученик проявляет к своему учителю в первую очередь. Ну, и во вторую очередь за дружбу и за то тепло, которое я чувствую. Так что все нормально. Это первый? Второй точно такой же. Только он намного более самостоятельный и независимый. И наше тесное общение пропало как-то, наверное, лет 7-8, может, 10 назад. Но это абсолютно качественный, я бы даже сказал, выдающийся доктор, которым, если бы мы работали вместе, я бы им очень гордился. Так что тебе тоже, дружище мой, привет. Хорошо. Стоматология – это призвание или навык? То есть призвание или навык? Точно не призвание. Конечно же, навык. А самое главное – это понимание того, что в этом ты как врач максимально эффективен. Другое дело, что в последнее время, последние годы, благодаря своей службе в очень уважаемом заведении, в немецком стоматологическом центре, я с 2005 по 2017 год был главным врачом этой клиники в Москве, где жизнь меня свела с очень достойными людьми, начиная с учредителей, основателей центра и кончая бригадой, которую мне дали возможность сформировать. Я среди этой бригады, которой я всем признателен за все годы, которые мы провели вместе, особенно я благодарен в жизни одному человеку, это доктор-анестезиолог, не постесняюсь назвать, доктор Виктор Корякин, который из меня обычного стоматолога сделал, ну, необычного, ну, в кавычках необычного. В чем эта необычность? Не то, что я семи пяди во лбу, а то, что ему удалось в очень короткий срок меня убедить и посвятить, и убедить в том, что стоматолог – это врач. И стоматолог в первую очередь, вот я завтра, мы будем заканчивать наш семинар, я завтра весь день буду, у нас пройдет под гидой «ты ж врач». Я придумал такой термин «хэштег, ты ж врач», и вот это прямо красной строкой, потому что я не всегда был тем стоматологом, который заботится так трепетно о самочувствии и о состоянии своих пациентов во время стоматологического приема, до него, после него. Я, как стоматолог, возможно, необычен тем, но не только я, сегодня, слава богу, все больше и больше таких коллег, что помимо стоматологического своего мастерства, все больше и больше применяю мастерство врачебное в большом понимании слова. Потому что врачевание в стоматологии – это даже протокольно необычная вещь. Очень мультидисциплинарная дисциплина, здесь искусство, то есть мануальные навыки и академичность знаний сегодня выходят на первое место, именно симбиоз этого, а не то, что ты хороший исполнитель. Сегодня стоматолог без четких знаний маркетинга, психологии, соматических различных отраслей медицины, которые позволяют контролировать состояние людей, диагностировать их состояние вербально, невербально, по физическим признакам и так далее. И плюс ремесло, то, что ты делаешь руками, вот это мне кажется очень-очень значимое. То есть вот если, например, стоматолога сравнивать, разбирающегося в общей медицине, сравнивать с врачом-терапевтом участковым, то стоматолог гораздо более продвинутая специальность, потому что стоматолог еще что-то делает руками. Врач-терапевт при всем уважении, но у него он головой лечит, он лечит тем, что он разбирается, он знает, он руками ничего не делает. А вот такие люди, как стоматологи, в дополнение к этому еще и руками что-то делают, вот для меня это высший пивотаж. Пусть не обижаются те коллеги, уважаемые терапевты, я сейчас это только для сравнения сказал, только чтобы подчеркнуть, что в нашей профессии есть мануальная часть. Ну вот, допустим, к этому нужно любить это. То есть вот у меня есть знакомые, которые вот пошли на стоматолога, отучились, и они просто этим зарабатывают как профессия. Ну понятно. Знакомые, которые вот прям хотели, потому что он там бегал, ультрафиолет какой-то брал, когда забрал. Понятно, понятно. То есть вот это вот. То есть вот это вот. Это тоже не обязательно любовь, это увлеченность. Про любовь не знаю, любить тут. Ну, не знаю, я бы не сказал, что я люблю стоматологию. Это слово не подходит к профессии. Я увлечен в своей профессии. А увлеченный человек, ему море по колено. Он будет не только ультрафиолетовую лампу раздобывать. Любая новая технология ему будет интересна. Он будет искать возможности ее овладеть, приобрести технологическую оснастку для этого. Ну вот это то, что со мной происходит в имплантировании. Для того, чтобы врач совершенствовался, нужно постоянно учиться. А кто будет постоянно учиться? Только увлеченный человек, верно? Мы заканчиваем институт, мы все одинаковые. У нас диплом одинакового цвета, знания у нас одинаковые. Ну, у некоторых чуть-чуть покраснее дипломы, да? Я не первый раз так говорю. У нас все одинаковое. Более того, к нам даже требования одинаковые. Если у тебя есть диплом, пришел тебе человек в рамках твоей профессии, хочет обратиться к тебе за помощью, ты не имеешь права сказать, я этого не умею. Почему? У тебя есть диплом. Раз тебе дали диплом, значит, ты в рамках этого диплома должен владеть какой-то специализацией, какими-то навыками, какими-то наборами знаний. Так вот, в этом мы все одинаковы. В чем мы разнимся? Разнимся мы не в общем образовании, мы разнимся в самообразовании, в том количестве знаний, которые после окончания университета делают из нас тех, кто мы есть. И вот это могут делать и участвовать в этом только увлеченные люди, а не только те, кто заинтересован в зарабатывании денег. Потому что тот, кто просто зарабатывает деньги, ему безразличен результат его труда. А тот, кто увлечен, наоборот. Тот, кто увлечен, не просто заинтересован в результатах труда, но еще и он будет стремиться к тому, чтобы исследовать эти результаты. Он будет поддерживать все время с своими пациентами обратную связь, будет интересоваться тем, что с ними с годами происходит. А тому, кто не увлечен, тому доктору, тому пациенту, извиняюсь, по барабану. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому, конечно же, я увлечен и советую всем увлекаться. Хорошо. Вопрос такой сейчас будет касаться операции. У вас есть какие-либо ритуалы перед началом? Да. Помыться, одеться в стерильную одежду, помыть руки. Я имею в виду помыться, одеться в стерильную. Это шутка, вернее, не шутка, так и происходит, просто это просто не ритуал. Нет, так, чтобы я головой на восток бился там с молитвой какой-то, этого, конечно, нет. Но есть некие вещи протокольные, которые можно назвать ритуальными. Например, у меня есть принципы. Я 22 года оперирую в два врача. И я не постесняюсь всем это советовать. Моя бы воля, я бы это вел в качестве стандарта. Особенно в амбулатории. Амбулаторно ответственности больше, а не меньше. Поэтому и нести эту ответственность, то есть не нести, а разделять эту ответственность, контролировать друг друга должны два врача. Я всегда оперирую в два хирурга, независимо от тяжести или продолжительности операции. Это просто помощь друг другу. Потому что, как я все время повторяю, ум за разумом зайти прямо во время операции, может у любого, даже самого классного специалиста. И рядом в этот момент должен быть некий коллега, который или тебе подскажет, или остановит. Таким первым ассистентом для меня была моя жена в свое время, когда она мне ассистировала. Но потом, когда она стала домохозяйкой, стала растить детей, я стал оперировать с другими врачами-ассистентами. Вот за мою карьеру, не скажу, что воспитал, но мне выпала честь работать. Вот сейчас это уже четвертый врач-ассистент, с которым мы работаем. И эту привычку ритуальную уже ничего не изменит. Так вот, в ритуал входит то, что мой врач-ассистент всегда готовит по абсолютно четкой протокольной программе наших пациентов, которые к нам обращаются. А я фактически, как Алладин, появляюсь там в операционной в последний момент. Зато я знаю, что до этого времени полностью вся протокольная часть была соблюдена. И мне не нужно совершать никаких дополнительных телодвижений, чтобы у меня все инструменты и расходные материалы были, чтобы пациент был соматически здоров, чтобы все документы были заполнены, чтобы все фискальные моменты были оговорены, чтобы пациент был полностью информирован о том, что будет происходить и так далее. Вот для меня это ритуал. И ничто его не изменит уже до конца моей карьеры, я уверен. По финансам, интересно, сейчас на волне вот, Дудя и всего остального, вопрос, сколько вы зарабатываете, если он уместен, я задам. Да вы тут поперхнетесь, если я скажу. Ты что, я могу к вам сказать, но на камеру-то зачем? У меня нет секретов. У большей части тех, кто об этом услышит, это вызовет неправильное ощущение. Я на хайпе давно не живу. Зарабатываю я не меньше полутора миллионов российских рублей в месяц. А все остальное, и мне этого не всегда хватает, чтобы вы понимаете. Поэтому зарабатываю я мало. Вопрос этот, он философский, понимаешь? Сколько ты зарабатываешь? Вот я зарабатываю, мне этого мало. Иди скажи потом сумму, и тебе скажут, ни хрена себе он отчумелся. Обалдел что ли совсем? Просто нужно понимать, что как эти деньги достаются. А эти деньги с кровью и потом достаются. Это не просто так. Это ежедневная ответственность за людей. Я разрезал человека, я должен за него ответить. Ну, сори. У меня есть операции, которые стоят по 150 тысяч долларов. Но, извините, степень ответственности намного выше, намного дороже. И это заработок, я скажу, очень нелегкий. Просто нелегкий. Но зато я могу себя дозировать. Если я не хочу заработать, я не буду. То есть я буду просто валяться и все, ничего не делаю. Хорошо. Сейчас тогда проведем небольшой блиц. После чего еще два вопроса касательно таких вот философских. Давай. Итак, лучший стоматолог-хирург по вашему мнению? Я просто боюсь обидеть. Я мог бы перечислить сейчас очень много фамилий. Вот если бы ты меня спросил, кто лучше имплантовок, я бы сказал, что хороший вопрос. Потому что имплантолог – это не хирург. Имплантолог должен быть малоинвазивен. Имплантолог – это созидатель. Хирурги, если уж мы говорим про хирурги в том виде, в котором она преподается, это люди, которые реально совершают подвиги, которые спасают жизни, которые, да, должны отрезать много, сшивать уши с носцами, красиво все. Имплантологи не такие, особенно амбулаторные имплантологи. Это люди, которые работать должны филигранненько, очень точечно, мало травмы и так далее. Я затрудняюсь сказать. Все, с кем я сегодня дружу, очень достойные хирурги. А те, вместе с кем я преподаю, лучшие хирурги-стоматологи. Точка. Вот так я скажу. Лучший имплантолог? Куда камеры сейчас смотрят? Куда? Какую? Ответ идентичен. Лучшие имплантологи – те, с кем я дружу. Тем, к кому я могу направить своего пациента за той работой, которую я делать уже либо не могу, либо не хочу, либо не умею. У меня есть такие люди. Кстати, первый человек, которому я делегирую все то, что я делаю хуже, чем он, это моя врач-ассистема. Кандидат в медицинскую науку. Кстати, челюстно-лицевой хирург по образованию. Вот я бы ее на первое место выделил. Таня, спасибо тебе за то, что шестой год рядом. Израиль или Россия? Почему? Сегодня, если в профессиональном плане, Россия, потому что академичность и интерес к образованию постдипломного выше в России, потенциал самореализации выше в России. Израиль – маленькая, конкурирующая сама с собой страна на внутреннем рынке. Я имею в виду нашу профессию. То, что происходит сейчас там в рынке стоматологии, хоть и цивилизованно, но рынок сам с собой пациентов не видит. Мне кажется, что в России с этим гораздо более круче и достойнее все. Все-таки Россия – страна с высочайшим интеллектуальным и академическим потенциалом. Вот этого не отнять. Общий вывод. Тяга у российских коллег к образованию, к чему-то новому, завладеть какой-то новой технологией, она намного выше, чем у коллег в Израиле. Коллеги в Израиле довольствуются тем, что есть. Это тоже неплохо, это тоже очень прагматичный подход, хороший. Ну, вот я от этого ушел. Мне интереснее в России. Управлять или выполнять? Ну, конечно, я диктатор в хорошем смысле слова. Управленец. Сегодня я генерирую идеи. И да, нуждаюсь в четкой команде исполнителей. Ну, не исполнителей, робокопов есть. Я пошел исполнять. А соратников. Не побоюсь этого слова, единомышленников. На минимальном количестве слов, чтобы все было сделано. Кстати, сначала сделано, да, а потом обжаловано. То есть, если что-то не так, то возразить можно, но только после того, как сделано. Поэтому я, конечно, управлятель. Управлятель, развиватель. Госучреждение или частный генериал? Ни за что, никогда не работал и не буду работать в госучреждении. Ответ только что был. Я не могу подчиняться, как правило, нелепым абсолютно обстоятельствам и указаниям. Независимо от личности, которые это делают. Я не хочу сказать, что в государственных структурах все такие. Упаси Боже. Масса замечательных специалистов, людей. Я со многими дружу. Но работать в этих структурах я никогда не буду. Это моя принципиальная позиция. Хорошо. Блиц, закончить. Сейчас такой вопрос. Давайте представим, что у вас неожиданно появилась возможность вернуться на 20 лет назад. И что-то сказать себе вот тогда, 20 лет назад. Ответ банальный, традиционный. Я думал, сейчас захотели бы вы прожить эту жизнь по-новому. Не, ничего бы я менять не стал. Вообще. Я бы, может быть, раньше познакомился с теми хорошими людьми, с кем жизнь свела позже, чтобы я себе сказал, вперед, давай. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Вперед. Ищите, да, обрящите. И последний вопрос. Какие у вас планы, не знаю, там, на ближайшие... Ну, есть ли вообще планы, в чем бы вы хотели еще, возможно, развиться, либо что вы будете продолжать делать? Я очень хочу построить третий мотоцикл. У меня два есть, они куплены в магазине, кастомизированы. А я хочу построить мотоцикл. Прям с нуля собрать? Ну, слава богу, Харли Дэвидсон позволяет такую возможность. То есть, набираешь запчастей и строишь то, что ты хочешь построить. Ну, то есть, ты можешь, как в Лего, собрать себе то, что ты хочешь. Это называется, само явление называется кастомайзингом. Ну, это понятно. А мотоциклы такие называются кастомами. Дорогое удовольствие и требующее. Главное еще, я очень хочу, но я до этого не дорос, понимательно. Я еще не очень понимаю, по каким принципам, каким должен быть кастом. То есть, это настолько высокая культура и настолько необычайная высокая увлеченность. Я еще просто не добрался до этого. Но я точно знаю, что это когда-нибудь будет. Да, это тоже может сейчас как-то завышенно прозвучать. Что, ему двух мотоциклов мало? Мне не мало, я просто хочу, чтобы у меня был кастом. Мне хватает этих двух. Вот пусть он стоит, я знаю, что он у меня есть. Это какая-то вот, это вот какая-то вот прям потребность. Но мне до нее еще расти. Меня больше ничего так на сегодняшний момент не парит, как вот желание, чтобы у меня был кастом. Ничего поделать с собой не могу. А как, вот допустим, как много времени занимает у вас ваше хобби мотоциклы? К сожалению, очень мало. Я сюда хотел приехать на мотоцикле. Но не получилось, потому что мне на обратную дорогу есть всего один день. И всего один день в Москве с кучей дел. Это воскресенье. Потому что в понедельник мне уже лететь в Алма-Ату по приятному делу. Кстати, связанному с дальнейшим развитием сказать пока не могу. Но абсолютно точно, очень положительная поездка предстоит. Там с иностранными партнерами встречи и все такое прочее. И я просто хочу подольше побыть дома. Я не хочу этот день провести в дороге на мотоцикле. Все-таки между нами 750 километров. Поэтому я летел на самолете. Хобби всегда хочется побольше времени на это, чтобы было. Что бы вы посоветовали молодым ребятам, которые, допустим, ссылаются на какие-то обстоятельства, в которых вечно есть какой-то пункт, который мешает, как заставить себя что-то делать, поверить в себя и поделиться вашим секретом успеха? Первое. Ничего не делать насильно над собой. Не хочешь – не делай. Делай только то, что хочешь. Боюсь повторяться. А пожелать прежде всего хочу увлеченности. Искренней увлеченности. Правда. Без этого состояния никакие высоты не взять. Можно просто стать хорошим исполнителем. Но нормальному человеку, я думаю, этого недостаточно. А выйти за рамки обыденности можно только будучи увлеченным. Поэтому увлекайтесь, ребята, коллеги. И пусть это состояние у вас никогда не заканчивается. Меня иногда спрашивают, а может и не спрашивают. Может быть, мне так кажется. Но я точно знаю, что при том, что ты увлечен, ты достигнешь профессионализма. Меня спрашивают, что значит быть профессионалом. И вот я сейчас неожиданно про это вспомнил и скажу всем прямо в объектив. Профессионалом можешь начать считать себя ты сам. И тебя могут начать считать профессионалом окружающие. Кто окружающий у врача? Ассистент. Окружающий у врача – пациенты. Так вот, получить авторитет в пациентской среде доктору очень легко. Нужно просто быть ласковым, умелым и так далее. Большим авторитетом для врача является признание в профессиональной среде. То есть вот когда тебя начинают ценить профессионалы, тогда ты профессионал. Это наружное обстоятельство. А внутреннее обстоятельство, вот то, что я первое сказал, что ты сам можешь себя считать профессионалом. Тут все дело тоньше. Ты вслух-то можешь заявить все, что угодно, но себя-то милого внутри не обманешь. И вот тут есть критерий. Когда начинать считать себя профессионалом? Где этот показатель? Где этот индикатор? Я его для себя нашел и готов сейчас этим поделиться. Когда ты начинаешь кайфовать не от результата своей работы, а от процесса, вот тогда ты профессионал. Это не то же самое, что тебе хорошо именно в процессе, тебе результат не волнует. Нет. Ты кайфуешь, ты спокоен, ты уверен, у тебя все заточено, у тебя все обучены, ты все знаешь, ты подготовлен. И тебе процесс за кайф, ты профессионал. Вот этого я всем и желаю. Получайте удовольствие не только от результатов своего труда, но и от процесса по дороге к этому результату. Так что всем так держать. Всего удачи. Спасибо большое, Илья Ильич, за интервью. Желаем вам собрать свой кастом и также... Пришлю фотки, когда соберу, так и быть. И побольше учеников, которых вы наставили на нужный. Спасибо. Я даже учениками это не могу назвать. Это коллеги, которые нуждаются, временно нуждаются в помощи, например, такого, как я. Я не могу говорить про учеников людей, которые через год, пусть только мы познакомились, лучше меня оперируют, намного там более бравыми становятся. Они не ученики, это люди, которым нужен мой опыт. Это не ученики. Это те, кого мне удалось наставить. Поэтому я наставник, я не учитель. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.